вы откуда город харьков о хоть адекватно может вопрос есть какой-то интересный зашел минут на 15 смотреть на людей пообщаться ну ну раз пообщаться значит что-то же вас интересует вопрос интересный лист какой то есть то не знаю что-то как-то украину выбрал как не очень адекватно да ну да вот а шо говорят но буквально перед вами здравствуйте здравствуйте я спросил откуда вот вы допустим ответили сразу город харьков но потому что я из города харьков мне зовут александр а вы из какого города он ответ но отвечает ну если вы выбрали украину соответственно я из украины не могу я за кого-то отвечать за себя я говорю я как-то могу с этой и не ответственность нести и как-то в общем ответить почему я так сказал или еще что-то такое не ну понятно от нас и вообще не не зависит если человек такое там хоть у русских хотел у хохлов выходит у бульба шеи хоть у кого есть нормальные есть ненормальные как у вас там еще потихонечку ничего там конфликтов уже перестали пусть усилишь зона если она будет увеличиваться это разгул для дороги надо соответственно таскать меры предпринимать но сейчас вроде бы насколько я знаю успокоилась но так я же говорю что если будет увеличиваться серая зона вот это дрг будут лазить ну вот например та же серая зона вот зеленский он пообещал что будет полиции полиции охраняться ну наши соответственно ну например там золотом а оказалось что они только днем патрулируют а ночью уже все ночью туда лучше и не выходить на улицу наверно не ну как смотря кому мне например наверное имеет смысл ну я в этих делах не особо как бы я знакомлен ну я сейчас мне очень честно фронт надо но просто сейчас там просто по семейным обстоятельствам сейчас вот мама болеет не могу оставить но ей лучше гораздо но просто не могу оставить ее после операции мама это ну вот же вот еще вопросы такие задают вот чей крым вот как вы считаете ваше мнение ну как ну смотрите например это ж вот представьте себе один человек и другой человек ну два человека и например у них там спорная ну не знаю там машина или квартира но я к примеру квартира например и вот они постоянно друг друга спрашивают или один из них спрашивает или кто-то спрашивает чья квартира или например один говорит зато эта квартира моя ну как аналог зато крым наш достаточно у окружающих спросить ну и посмотреть какие окружающие что по этому поводу тут очень просто все ничего тут такого нет я тоже спрашиваю многие сожалению многие ну плохо вот относится почему-то россиянам ну как бы мне удивительно правда мне высказывают ну допустим я лично никому ничего плохого не сделал почему на меня вот этот какой-то гнев выливать вы знаете я вам могу объяснить это очень легко понять ну вот представьте себе например вот во время войны но не этой с россиянами а то и с немцами немцы очень не любили простых немцев бюргеров рабочих ну просто немцев не любили вот познера послушайте как он рассказывал что как он так сказать немцев ненавидел он тогда маленький был во франции с тетей и вот был матч и там две немецкие команды играли в футбол а он был маленький ему там ну я не знаю там 4-5 лет ну я так могу ошибаться ну на вскидочку ну то есть ребенок небольшого возраста ну там 5 может 4-5-6 лет вот еще в школу не ходил и он побежал и может было интересно на территории оккупированной франции мальчик побежал смотреть футбол как играют немцы и и вот когда тетя это увидела его ну узнала об этом она его наказала ну потому что она ненавидела немцы а потом потопили по моему какой-то немецкий корабль и они жили на побережье и там несколько трупов немецких моряков прибило к берегу и она говорит а вот на таких немцев я тебе разрешаю смотреть и не только разрешаю пошли посмотрим на этих тварей вот которые утопленники которых прибило к берегу так что вы знаете ну человеческая природа такая же точно я также точно и детей своих учу ну в чем-то похоже ну конечно что вот это вот конфликт там война вот это вот это естественно ну смотрите например ведь это же извините вас перебью мне же например своим детям как-то не надо доказывать или рассказывать потому что они знают у нас харьков вообще так знают об этом как завозились автобусами россияне с белгородской курской области устраивать у нас харьковскую народную республику как моторола бегал по нашим улицам вот этот ублюдок арсений павлов как россиянин флаг российский но тоже в плане создания российской харьковской народной республики это он гражданин россии сейчас вроде в петербурге ну петербуржец у нас местного не нашлось чтоб флаг российский по закрепить да я считаю ну не в том дело что флаг там российский украинский или там тоже не в том дело что моторола не да я не про то что мне бы вот лично мне я свое мнение говорю неважно было вот крым завоевали там отдали ну что война это очень херово конечно что много мирных жителей погибло и мирных вообще погибли люди но вы понимали что переделка границы приведет к войне к смертям я вообще не сразу узнал я как бы я лично не воевал там как бы я противник всего этого мне от этого ничего не прибавилось от этой войны от того что крым якобы сейчас российский стал там я когда украину когда крым украинский был я также мог в этот крым съездить я сейчас могу съездить так же самое и украине мог и тогда приехать в крым и сейчас может приехать ну вот я украинец я не могу сейчас крым приехать но почему вы смеетесь чтобы я приехал в крым я реально я просто не особо знаком со всей политикой политикой я просто не хочу проверять насколько быстро меня арестуют пересечения границы к попал почему ну после пересечения границы но у нас есть случаи даже когда так сказать наши ребята в белоруссию приезжали и там были арестованы фсб а я не хочу проверять насколько быстро там фсб сработает или не сработает или еще что я уже не говорю про морально-нравственный аспект этого дела я считаю безнравственно сейчас ну харьковчанину ехать но это уже чисто политическая политическая точки зрения морально-нравственно я бы сказал но не от обычного гражданина ведь правильно то есть вы считаете что обычный гражданин не должен задуматься задумываться о морали и нравственности поступка не ну ты же не с плохими намерениями приезжаешь ну допустим в россию там зачем мне сейчас ехать в россии не ну я вообще вот ну ты же можешь приехать допустим без всяких но я не могу ну во первых потом ну по трем причинам во первых мне то а что я там буду делать в этой вашей россии второе так сказать я не хочу так сказать оказаться там арестованными потом участвовать в обмене пленными и третье это бездравственный глупый поступок я про то что получается что не может украинец и приехать в россию а зачем сейчас украинцу ехать в россию причин очень много ну хотя бы также сама до матери допустим у кого-то есть родственники в россии а понятно не ну я вообще образно говорю не только какие-то конфликты там а вообще украинец мог может ведь приехать в россию так же как и россиянин может приехать в украину ну да если есть для этого основания не знаю вот у меня горловка это же украина правильно оккупированная часть донбасса украина украины на ну все же украина как бы но ты у меня знакомы с украины с горловки а он как родину не хочет защищать от оккупации это его личное мнение я туда не лезу а я понял я я не с вами разговариваю чтобы там поругаться да упаси бог зачем ругаться просто общаюсь как бы понять не понял не надо ругаться это наоборот мешает взаимопонимание противник всякой войны и всего подобного а что вы сделали будучи противником войны чтобы не было войны на допустим что я могу например не ну подождите вы говорите я противник войны я сразу вопрос ну вот например если там ну я не знаю человек там говорит что я там противник там убийства животных например на к примеру каких-нибудь краснокнижных ну будь себе по противником если ты ничего для этого не сделал или там например противник мусора в лесу ну если блин ну в лесу понятное дело понятное дело но вы же гражданин россии ну а также хоть я в харьков приехал бы на природу допустим я бы мало того что не бросал бы я эту полянку очистил бы от мусора как бы но я вообще не очень бы хотел бы чтобы приезжали ну не важно то уже другой вопрос александр понятно понятно я понял вашу немного позицию наверно у вас вопросы есть нету я в принципе достаточно хорошо вас понимаю не очень много соседей в принципе тоже так сказать это я тут причем у меня кстати говоря командир взвода один из моих знакомых он будет не может в россию поехать к маме не но вам как военным я гражданский человек ну не военный никак вообще никак не ну как я в девяносто первом году уволился из армии рядовым ну отслужил срочную и все вы сейчас как бы никакой не военный на данный момент да почему вы ну по прибытию если ну ну образно говоря по прибытию в россию будете задержаны потому что я помогал уничтожать граждан россии по моему ну как я считаю вот замечательно но ситуации бывает несколько это правильно я понял кстати говоря я на своей территории помогал их уничтожить это понятно ну я честно говоря не знаю кто там на кого наступал там нет ну не тут не сложно догадаться если я это не видел я это не могу сказать я понял это было на светлодарской дуге город светлодарск это достаточно ну как не очень прям далеко не тысяча километров от нашей границы но и не десять ну один это плохо ну ивану как бы убивать это нет людей нельзя убивать оккупантов можно людей нельзя ну слава богу мне не пришлось в этом во всем участвовать ваша хата с краю человек живет вообще под любой оккупацией у нас народ привык к этому люди обычные простые обыватели живут при любой оккупации они уже привыкли многократными такими вот оккупациями на протяжении нескольких поколений многих поколений я конечно не наверное далек от вот этой всей истории не вдавался так вопросом а сейчас но зашел как бы украину выбрал блин ну все так отрицательно относятся ну вот смотрите представьте себе что вас ваш дедушка каким-то образом общался бы во время войны с немцами и чтобы он сказал бы немцу ну обычному бюргеру обычному какому-то ну я не знаю гражданину германии третьего рейха тоже же наверное ваш дедушка как послал бы его или например там говорит а давай дружить как хорошо ну или прадедушка ну вы понимаете чем я понял ну я как пример говорю это не то что так сказать я понял что все ну тут примеру я тебе дорогу не переходил лично так же самое ну я его знаю вот не любили немцев во время войны и после войны не любили вот познер при всей так сказать годливости познера но вот он очень хорошо рассказал об этом владимир познер владимир владимирович познер в своем рассказе о нем о его семье о детстве он очень хорошо это объяснил да вообще печально вот это вот ну осознавать что всегда были как братья а потом мы захватили вашу белгородскую область да я не знаю кто там что они ну я не могу сказать я буду напали на белгородскую область я говорю про другое это же не ты придумал что кого-то там но своих родных защищать от россиян и обычный солдат также не сам захотел побежать и что-то там делать тут очень просто есть приказы законные а есть незаконные в вашей конституции в вашем уголовном кодексе есть статья за развязывание агрессивной войны ваш военнослужащий может сказать я не буду ну отдельные случаи такие были я не буду это делать это преступный приказ но оно же тоже от кого-то это пошло понятно от кого-то так вот смотри немцев же когда они говорили вот нюрнбергский трибунал очень многие немцы когда их осуждали они говорили я выполнял приказ вот вот я не виноват я немец я приказ выполнял и они кстати говоря были осуждены некоторые даже к смертной казни не получилось списать все на бесноватого немецкого фюрера вот уж печально вообще что это все произошло ты знаешь может быть и слава богу потому что мы как-то вот питали иллюзии а что слава богу наши деды за что воевали ну так а зачем же тогда вы сейчас на нас напали если наши деды воевали а сейчас кто это все от правительства пошло не от меня не от тебя правильно но так немцы что тоже немецкий офицер солдат может сказать за что меня убивать я вообще тут ни при чем меня гитлер послал государство третий рейх за что же я снаряд получаю пулю осколок гранату за что ну за то что он во первых там находится так правильно а я же чем что делает ваш военнослужащий у нас по светлодарскому ты свою родину защищал понятно вот а это я понял то есть ваши военнослужащие свою родину защищали на россию у нас на светлодарской дуге я не знаю или под горловкой в зайцево или в на мариупольском направлении я же не отрицаю что кто-то там до вас ну ты ж тут ни при чем смотри это я при чем а ты ни при чем ну вот так вот тоже вот так вот ну нехай счастливы ну ну и